Группа астрофизиков из Национальной радиоастрономической обсерватории Гринбэнк случайно обнаружила нечто необычное. Спиральную галактику, в которой не обнаружилось ни одной звезды. Это может быть первым открытием первичной галактики во Вселенной. Облака газа неизменного с начала времен нашей Вселенной. Исследователи хотели измерить содержание газа и массу галактик с низкой поверхностной яркостью, поэтому исследование было направлено на поиск газа, а не звезд. С помощью телескопа Гринбэнк, телескопа Аросиба и радиотелескопа Нансай предполагалось, что Гринбэнк и Нансай будут наблюдать за одним и тем же участком неба в течение части исследования. Но кто-то допустил опечатку в координатах Гринбэнка, направив его на участок неба, который ранее не исследовался. Там исследователи обнаружили признаки газообразного водорода, характерные для спиральной галактики. Исследователи даже смогли определить доплеровское смещение радиоволн, связанное с вращением галактики. Удлинение длин волн в той части, которая вращается от нас. Однако не стоит спешить с выводами. На самом деле открытый учеными объект нельзя назвать галактикой, если в ней отсутствуют звезды. Дело в том, что галактика, она не может быть без звезд по определению. То есть если там не существует звезд, то это не галактика. Это может быть туманность, просто скопление межзвездного вещества. Но говорить, что это галактика, это в общем-то не совсем правильно. Что следует отметить также? То, что определять также тип галактики, не говоря о том, что там существуют звездные составляющие, также неправильно. Галактики делятся на три типа. Первый тип это неправильные формы галактики или диффузные. Молодые самые образования считаются. Дальше идут спиральные галактики, похожие на галактику, допустим, нашу Млечный путь или похожие на галактику Туманность Андромеды. Вот хочу сразу отметить, то, что видите, называется Туманность Андромеды, на самом деле выяснилось, что это галактика. Полученные данные шеломили ученых. Они увидели объект, получивший индекс J0613 плюс 52 размерами и формами, напоминающий классическую спиральную галактику, как наш Млечный путь и другие. Однако в нем не было обнаружено ни одной звезды. Облако газа вело себя как галактика и вращалось вокруг своего центра, что показало измерение доплеровского смещения. Одна его область двигалась в нашу сторону, другая же двигалась прочь от нас. Объект вел себя так, как если бы из Млечного пути вдруг пропали все звезды. Возможно, плотность газа в этой галактике оказалась недостаточной для запуска процессов звездообразования. А внешних, провоцирующих этот процесс, событий не произошло. Ученые не исключают, что они просто не увидели там звезд, но оставляют за собой право надеяться, что это может быть первое открытие в нашей части Вселенной первичной галактики. Такой, какой она была 13,8 миллиардов лет назад. Согласно другим исследованиям, первое заявление гораздо более правдоподобно, чем отсутствующие в новом объекте звезды. Ведь в таком случае возникает масса противоречий. Ну, я хочу отметить, то, что в любом случае, то, что определяли по радиоастрономическим наблюдениям, по другим исследованиям, следует квалифицировать так, что, скорее всего, если там действительно говорится о том, что есть какая-то спиральная составляющая, то без звезд это невозможно. Так как сама динамика спиральной галактики подразумевает то, что рукава при вращении галактики вокруг центральной оси не закручиваются. Потому что по, в принципе, механике того же самого Ньютона, если ее сюда применить, получается, что если галактика вращается, то и рукава должны как бы в итоге закрутиться к центру этого образования. Дальнейшее наблюдение за J0613-52 может быть сопряжено с трудностями, поскольку она видна только в радиоволновом диапазоне. Но это же заставляет задуматься о поиске похожих объектов на других участках неба с помощью радиотелескопов. Ученые нашли нечто потенциально удивительное и теперь не упустят возможности разузнать о нем побольше. Наиля Хананова, Елизавета Газизянова, Универ Новости.